Всем привет! На днях вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров дал интервью, в котором затронул проблемы автопрома. Поскольку министерство наипрямейшим образом причастно к прокладыванию курса экономического развития страны, а сам министр занимает весьма высокий пост в правительстве, он почти наверняка озвучивает те мысли, что доминируют в кругах высших российских чиновников. Именно с этой точки зрения они как раз и интересны. Итак, начнем. Проблема загрузки бывших производственных пощадей Hyundai и Volkswagen по-прежнему не решена. Нет, так прямо сказано не было. Напротив, российская компания Art Finance, которая их приобрела, собирается начать выпуск продукции в первой половине этого года как в Калуге, так и в Санкт-Петербурге. Она нашла для этого индустриальных зарубежных партнеров, и это вроде бы автомобильные компании, а не фирмы по изготовлению ножей для пиццы или лесопилки. Как на Всеволожском заводе. Однако понятно вот что. Рассчитывать на локализованное, а уж тем паче отечественное производство на указанных пощадях не приходится. Рулить стопроцентно будут китайцы. Более того, уверенность главы Минпромторга в благополучном выходе из неприятного исхода слушателям оптимизма не добавляет. О том, что партнеры для возобновления выпуска автомобилей на брошенных в корейском и немецком предприятиях найдены, мы слышали с начала лета из самых разных источников. К примеру, вот что говорил в июле прошлого года депутат Госдумы Геннадий Скляр. «Я думаю, что Volkswagen начнет работу в этом году. Уже модели обозначены, ведется подготовительная работа. Заходит китайская компания, которая является партнером Volkswagen. Компания может быть и заходит, однако завод как встал с уходом вак из России, так и до сих пор и стоит. А поскольку ArtFinance до сих пор не обнародовал название своего технологического партнера, то можно сделать вывод, что такового в природе не существует, ибо скрывать его не имеет никакого смысла. А вы знали, что на автоспот можно найти не только лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Ссылку на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании. Пользуйтесь! Там же вы найдете лучшие предложения на новые автомобили. Другой момент, занявший в интервью важное место. На финальную стадию вышли договоренности по возобновлению производства автомобилей под легендарной маркой «Волга». Выпуск также должен начаться в середине этого года. Инсайдерская информация по проекту вскрыта следующая. Это будет иностранный партнер и это будет современный дизайн, в которой от старой «Волги» останется лишь стилизованная решетка радиатора. Можно кричать «Ура» и бросать в воздух чепчики, но лучше вместо этого постараться экстраполировать вводные данные на нашу действительность. И получится тогда, что Нижнегородский завод будет выпускать китайскую модель, превращенную посредством насильственной пересадки радиаторной решетки и логотипа «Волги» в отечественную модель. Даже не хочется повторяться о никчемности и показушности самой идеи называть нашим названием «чужую машину» с минимальными внесенными переделками. Ведь это будет уже не «Волга», а какая-нибудь Хуан Хэ. В общем, все те же старые песни о главном. В планах на следующий год лишь организация отверточной сборки. И ни слова о собственном высокотехнологичном производстве. А можно было бы рассказать заинтересованной публике о том, мало это или много 300 миллиардов рублей на два следующих года, выделенных государством для ускорения локализации критически важных комплектующих, а заодно пояснить, что именно имеется в виду под локализацией и какие именно компоненты предполагаются изготавливать своими силами. Оно гораздо важнее, чем рассказы о планах китайских компаний по завоеванию нашего рынка. Тем более, даже реальная локализация «Ауруса» оказалась шокирующей. Из-за границы везется почти все, а у модели «Комендант» еще и штамповка. Но «Аурис Сенат» почему-то попал в госзакупки. А как считаете вы, стоит ли так возрождать советские бренды? Это же одноразовая китайщина по цене квартиры! Пишите в комментариях!